Так, полнолуние 2 сентября 2020 года в Харькове, 22-30 по Киеву. Кратер с пиптиком, может он так называться? Сильно сомневаюсь, стихает ветер, это хорошо, но дымка никуда не делась с неба. Очень жарко, очень жарко, для сентября так вообще запредельно жарко, плюс 35 было, и сейчас как-то прохлады не чувствуется, и в воздухе просто какая-то взвесь, ну то есть это отражается на съемке. Во-первых, плывет атмосфера, опс, во-вторых, просто те испарения, еще ветерок поднялся, ну как же ж так. Так, сейчас посмотрим, еще, это автоматические настройки. Предыдущий дубль был режим съемки Луны, так называется режим на этом фотоаппарате Nikon Coolpix P1000, специальный для съемок Луны. Ну видно, какое сияние просто. Вокруг Луны, это взвесь из частиц пара, пыля. В общем, все в тумане. Это у нас Юпитер, он уже прячется от нас. Вместе со своими спутниками. Ну и спутников сейчас видно с Горькиным носом из четырех галилеевых спутников Калиста, бог знает где слева, вот на экране я вижу рядом справа, это Европа от Юпитера. Не знаю, будет ли видно на экране. Ну слева еще ганимет должен быть, ганимет так даже посильнее должен быть различимым. А, вон он, только сейчас выглянул. Вон появился на экранчике. Да, вчера получилось полосы снять на Юпитере, но сейчас не до полосы. Вот справа у нас получается Европа более тусклая, а слева больше вдали. Это ганимет. Прямо за Юпитером сейчас Иво. Иво мы не видим, понятно, а Калиста мы не видим, потому как маленький и далеко справа. Пошли к Сатурну. Да, кстати, где смотреть Сатурн? Сатурн легко заметить, он всегда рядом. Сейчас, в сентябре 2020-го, он рядом с Юпитером. Они, Сатурн с Юпитером сближаются день от дня. И 21 декабря 2020-го года они сольются в одну звезду. Ну, то есть они будут выглядеть одной звездой для наблюдателя Земли, если не вооружаться вот такими приборами. Ну, видно, как уже кольца опускаются вниз и движется не параллельно горизонту, как вчера я снимал чуть пораньше, а уже вниз опускается Сатурн. Колечки свои вниз наклоняет. Понурив голову, бредет к закату, к горизонту. Так, ну и поехали. Марс снимем. Если Юпитер и Сатурн все хуже видно, они вовсю более глубокие слои атмосферы Земли погружаются. Ну, то есть через плотные слои атмосферы приходится на них смотреть. Это вот Марс все выше и выше, вскарабкивается подальше от помех в виде земной пыли. И просто кислорода воздуха. И просто кислорода воздуха. Кислорода воздуха. размазывается из этой дымки